Здравствуйте! Вечер субботы, вы смотрите программу событий, а значит пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. Я Мариана Мирная и мои коллеги-корреспонденты расскажем вам о самом главном и интересном. Погода в регионе бьет рекорды и останавливаться не собирается. В Самаре зарегистрирован новый температурный рекорд 36,3 градуса по Цельсию. Предыдущий был зафиксирован 78 лет назад в 1938 году. Тогда термометр показал 32,7. Впрочем, это еще далеко не конец. Самарские синоптики прогнозируют жару и высокую пожароопасность в большинстве районов области. А значит и пляжи по-прежнему останутся самым популярным местом отдыха. Из в прямом смысле горячей точки Самары репортаж Валерии Макаровой. На один день в Самару все-таки пришло похолодание. Длилось оно, впрочем, недолго. Уже завтра температура повысится до 32 градусов. Жаркий воздух идет к нам из самой Турции. В ближайшее время, неделю, наверное, мы не ждем ослабления жары. В отдельные периоды местами могут быть локальные дождики грозовые. Но, в общем-то, это будут единичные случаи. То есть, хорошего дождя нет. Август бьет все температурные рекорды. Сейчас в Волге 24 градуса – выше, чем в прошлом году. А среднесуточная температура воздуха превышает традиционные показатели сразу на 12 градусов. От жары Самарцы спасаются в первую очередь на пляже. Уважаемые отдыхающие, убедительная просьба повнимательнее следить за своими детьми. Простые правила, которые сберегут нервы и даже жизнь, спасателям приходится напоминать каждый день. На полевом спуске, рассказывает спасатель Алексей Феклов, за лето сталкивались и с солнечными ударами, и с потерей детей. Были и случаи утопления из-за алкоголя и неосторожного поведения в воде. Оказана помощь на воде – это семи человек. Это один ребенок, двое 18-летних парней, у них ногу свело в воде. Ну и там уже в алкогольном опьянении мужчина. А вообще часто приходится сталкиваться с алкоголем? Ну с алкоголем каждый божий день, тут почти каждый второй. Ну а тем, кто вынужден постоянно перемещаться по городу, не имея возможности освежиться в воде, стоит придерживаться определенного дресс-кода. Шляпа, очки и светлая одежда. В жару вещи первой необходимости, а еще лучше, если под рукой у вас будет бутылочка воды. Врачи и спасатели в один голос говорят, что причина несчастных случаев в такую погоду – пресловутый человеческий фактор, который, впрочем, легко исключить, если следовать элементарным советам и внимательно относиться к своему здоровью. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События. Но даже в такое знойное лето коммунальщики не забывают о холодах, которые обязательно придут. Работники ЖКХ успешно провели учения на случай возможной аварии во время отопительного сезона. Специалисты отработали технологию подключения резервной котельной к домам. В том, что самарцам не грозит ледниковый период, убедилась Марина Матвейшина. Жители Управленческого точно не замерзнут. Даже если местные котельные, она кроме тюрьмы, отапливает еще и пять пятиэтажек поселка, внезапно даст сбой. В плюс 35 коммунальщики не забывают о предстоящей зиме и репетируют устранение возможного ЧП во время отопительного сезона. В случае, что если у них останавливается котельная или на случай форс-мазора, потому что у нас такие варианты были, мы нормально, штатно, в течение полутора-двух часов разворачиваем резервный теплоисточник и его запускаем. Сейчас он запустен в режиме реального времени, реально он работает. Мобильная котельная может развернуться в любом и удобном месте. Она маневренная и компактная, но по мощности не уступает стационарной. По трубе идет горячая вода, и это чувствуется буквально за 15 минут. Она нагрелась до 60 градусов, об этом говорит термометр. Сама система рассчитана на то, чтобы в отопительный сезон нормально обслуживать несколько многоэтажных домов в минус 20 градусов на улице. Сегодня отопление в домах, конечно, не подключили. Специалисты собрали обратную схему, и горячая вода вернулась в резервный теплоноситель, не дойдя до домов. В остальном технология устранения ЧС отработана точно. На месте даже развернут обязательный передвижной пункт управления главы города. Это официальное название автомобиля, начиненного различным оборудованием. Это и компьютер, и телефонная, и радиосвязь. А также камера, которая в режиме реального времени передает все происходящее мэру, где бы он ни находился. Такие возможности они должны быть. Это время, это решение проблемы быстрое, отдача команд, принятие команд своевременное, ну и, соответственно, выполнение своевременное. Коммунальщики отрабатывают технологии устранения возможной аварии во всех точках города, где может быть форс-мажор. Чтобы в случае реальной ситуации зимой сработать так быстро, что жители ничего не заметят. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. До наступления холодов должны закончить и работы на Новосадовой. Там, где раньше был просто газон, появится сквер. Самая трудная работа позади остались детали. Впрочем, они как раз и создадут облик нового зеленого уголка Самары. Павел Баймаков поинтересовался, успеют ли. Система автополива – теперь неотъемлемая часть нового сквера на улице Новосадовой. Вода просто необходима газонам, которые только-только уложили. Чтобы рулонные газоны прижились, на участке протяженностью более километра провели колоссальную работу по замене грунта. Грунт новый завозили, более качественный. Удобрения вносим и укладываем рулоны и газоны по технологии. Это натуральные газоны, рулоны привозятся из Казани и укладываются в ближайшие, в кратчайшие сроки, круглосуточно поливаем и днем, и ночью. Наряду с газонами в сквер вложили трутарную плитку, нанесли разметку, разделяющую пешеходную зону и велодорожку. Чуть позже здесь появится порядка 60 лавочек. Сквер на Новосадовой будет подобен тому, что на Маломосковской. Его площадь вместе с газонами и тротуарами около 70 тысяч квадратных метров. Парковая зона протянется от третьей просеки до заправки около Самарского университета. Уже в этом году в сквере появится порядка трех тысяч кустарников. Также планируют посадить около 600 деревьев, березы, клёны, туи. Напротив входа в загородный парк установят Альпийскую горку. Жители уже радуются обновлением. Приятно, да. Намного лучше, чем было раньше. Город меняется с каждым днем. Видно, что меняется всё, становится лучше. Надеемся, что будет у нас очень хорошо в Самаре, красиво. Новый сквер благоустраивают в рамках капитального ремонта улицы Новосадовой. Одновременно обновляют дорожное полотно, устанавливают освещение, оборудуют парковки. Также ремонтируют улицы Дублёры. Комплексное обновление Новосадовой начали в прошлом году. Закончить планируют в следующем. На это направили более миллиарда рублей. Работы по капитальному ремонту Новосадовой будут завершены окончательно в следующем году. Это касается обустройства освещения. То есть у нас основной проезжий ход, проезжая часть будет готова, разметка, будут работать светофоры. Благоустройство сквера стартовало в мае и завершится к зиме. Как будет называться новый зелёный островок в Самаре, пока не решили, возможно, вариант предложат жители. Павел Баймаков, Артём Сулайманов. События. Военные из Самары представят Россию на международных учениях, которые пройдут в Белоруссии. Отрабатывать умения будут плечом к плечу с миротворческими силами организации договора коллективной безопасности. Сначала предстоит наладить взаимодействие, а затем выполнять учебные миротворческие задачи. Как готовились самарские военные в эксклюзивном репортаже Марины Кравцовой. На плацу финальные приготовления. Во время строевого смотра проверяют укомплектованность, вещь в мешках, всё необходимое, от ложки до палатки, для того, чтобы бойцы могли выполнить свою задачу в любых природных условиях. Военнослужащие из Самары будут представлять Россию на международных учениях «Нерушимое братство-2016», которые пройдут на одном из полигонов Белоруссии. Миротворческая бригада Центрального военного округа – единственное соединение такого рода в сухопутных войсках. Служат здесь только контрактники, а на вооружении новейшие образцы техники. Учения пройдут по плану международного военного сотрудничества. Участие в них примут военные страны, организации договора о коллективной безопасности. Кроме России – это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Это честь представлять Российскую Федерацию на международных учениях. Мы в любом случае должны выиграть. Мы готовы ко всему. Специально к учениям самарские миротворцы не готовились. Тренировки здесь идут ежедневно. Тактическая дневая подготовка, полосы препятствий и занятия на полигонах. Какие конкретно задачи предстоит выполнять, точно пока не сообщают. Задачи будут поступать на месте. Общение будет интересное с военнослужащими других государств. Обмен опытом. Тематика нерушимого братства миротворческая. Предполагается, что в числе задач будут разъединение условных конфликтующих сторон, создание буферных зон, действия в составе мобильных пропускных пунктов и порядок сопровождения гуманитарных колонн. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. В Самаре появится «Космоград». Он объединит множество знаковых объектов города. Среди них музей «Самара космическая», музей заводов, Самарского университета имени Королева и новые проекты «Парк культуры и науки Союз» и «Ботанический сад». На презентации масштабного проекта побывала и Лариса Шалафаст. Будущий «Космоград» – находка для туристов всего мира и хорошая возможность еще раз заявить о Самаре как о космической столице России. Парк «Космоград» должен объединить существующую инфраструктуру – музей «Самара космическая», музеи заводов, Самарского университета имени Королева и новые перспективные проекты – парк науки и культуры «Союз», «Ботанический сад» и парк, планируемый возле стадиона «Самар-арена». Все это создаст уникальную туристическую инфраструктуру. Необходимо уже в Самаре иметь определенную инфраструктуру, которая бы привлекала внимание к Самаре, к нашему региону, большие туристические потоки для того, чтобы опять же загружать инфраструктуру, созданную до Чемпионата мира. И по сути этот проект у нас является продолжением реализации или новым этапом реализации социально-экономической стратегии развития Самарской области. Инициаторы проекта «Космоград» надеются, что этот парк станет не только местом притяжения туристов, но и будет мотивировать молодых людей учиться и работать именно в космической отрасли. Создание такого парка аэрокосмического, тем более в Самаре, в центре, не то что пилотируемой космонавтики, а в центре, можно сказать, мировой космонавтики, это очень хорошая идея, потому что наша отрасль нуждается в притоке свежих, умных, молодых, грамотных людей. Проект «Космоград» будет реализован только если получит активную поддержку жителей области. Принять участие в развитии и продвижении проекта может любой желающий. Уже разработан специальный сайт «Космоград.РФ», где есть возможность проголосовать за уже опубликованные идеи и предложить свои. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Учитывать мнение жителей – успешный тренд последней пары лет. Вместо грязного асфальта – тротуарная плитка, вместо лотков – лавочки для отдыха. В Самаре продолжается борьба с несанкционированной торговлей. На улице Челюскинцев незаконная торговля идет годами. Продавцов гонят, они возвращаются. Но скоро этому придет конец, уверяют в отделе потребительского рынка. Мусор, коробки, пищевые отходы, антисанитария много лет царит на улице Челюскинцев. Вместе с пенсионерами, которые продают выращенные своими руками ягоды, фрукты и овощи, соседствуют и нелегальные предприниматели, которые поставили здесь грузовики и киоски. Нам надоел этот рынок, постоянно угроза жизни. Тут машины стоят в несколько рядов. Вечером весь мусор сваливает здесь, вот с обратной стороны. Живут бомжи и просто даже вот угроза жизни. Самара готовится принимать чемпионат мира по футболу. И городские власти намерены искоренить стихийную торговлю. Решить проблему быстрее поможет реконструкция этой территории. Проект бульвара Челюскинцев уже готов. Здесь будут ликвидированы все незаконные объекты потребительского рынка. Видите, киосках их пять штук. И будет ликвидирована незаконная лоточная торговля. В целом бульвар приобретет совсем другой внешний вид. Будет зона отдыха, лавочки. Так как район один из центральных и находится, естественно, на гостевых маршрутах, на линии реконструкции Новосадово и Московского шоссе, здесь ситуация более-менее неплохая. С середины сентября должна начаться реконструкция этого места. И оно должно превратиться в бульвар. По сути, сделано будет так же, как внизу Челюскинцев, в направлении Волги. В Октябрьском районе на сегодняшний день 107 незаконных объектов потребительского рынка. Подобные точки, как на Челюскинцев, есть и в районе оврага подпольщиков, и возле больницы имени Пирогова. До конца года все их демонтируют. Пенсионеров же, которым положены бесплатные ряды, переместят в другое место. Но так, чтобы пожилым людям было комфортно до него добираться. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. Будьте здоровы! В Самарской городской больнице номер 4 открылось новое отделение. Здесь восстановление могут пройти пациенты после инсультов, с неврологическими заболеваниями и после травм. Как уверяют специалисты, после такой реабилитации пациенты выздоравливают быстрее. Марина Коровцова узнала, что входит в комплекс. На лечебную физкультуру только с улыбкой и хорошим настроением. Так и восстановление после болезни идет быстрее. Ольга Колесникова-делица удивил комплексный подход врачей к лечению. Пациентка обратилась с болью в ноге, а процедуры назначили для восстановления всего организма. Поразило и отсутствие очередей. Мы, когда приходим, нигде никаких очередей. Все точно по графику, по расписанию. Тебя встречают добрым словом, улыбкой, уверенностью в том, что все будет хорошо. Отделение реабилитации и восстановительного лечения в 4-й Самарской городской больнице открыли этим летом. Курсы здесь проходят пациенты с неврологическими заболеваниями, остеохондрозами, артритами, артрозами, после инсультов и травм. Специально для нового отделения на средства больницы отремонтировали несколько кабинетов. Прием ведут врач-терапевт, ортопед-равматолог, невролог, физиотерапевт, инструктор по ЛФК и массажист. Здесь же завершающие этапы восстановления смогут проходить люди после эндопротезирования тазобедренного сустава. Отделение сможет принять таких пациентов из пяти районов Самары. Открыли палату на пять кой, которая работает у нас в две смены. Организовали штатное расписание. Кроме того, сюда у нас входит целое отделение физиотерапии, массажисты и инструкторы по лечебной физкультуре. На реабилитацию после эндопротезирования требуется три недели. Курс восстановительного лечения при неврологии после травм длится 10-12 дней. Для каждого пациента специалисты подбирают индивидуальный план лечения. Уже на 5-6 день наши пациенты отмечают улучшение общего состояния. То есть у них уменьшается головокружение, исчезают практически боли. Потому что в комплексе, помимо медикаментозного лечения, они получают у нас физиопроцедуры. Врачи выезжают и на дом к пациентам, помогают подняться на ноги после инсультов. А родственникам рассказывают, какую помощь они могут оказать. В следующем году в больнице отремонтируют и кабинеты физиотерапии. А сейчас приводят в порядок фасад. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Люстра – это зеркало, диван – это ковер. По-польски. О забавных созвучиях в словах рассказала одна из студенток Варшавского университета, приехавшая в Самару на летнюю языковую школу. Ребята из пяти иностранных вузов уже несколько дней знакомятся с городом, его культурой, архитектурой и людьми. Что говорят о России иностранцы, расскажем в следующем сюжете. Изучать русский язык Ивелине Гиль хотелось с детства. Девушка, говорит, манила его мелодичность. В университет поступила на русскую филологию и теперь преодолевает сложности грамматики великого и могучего. В Россию попасть очень хотела, но не только, чтобы познакомиться с традициями и культурой. Оказалось, что путь к сердцу туриста лежит через желудок. Я, когда я приехала в Самару, тогда впервые ела русские блюда. Для меня очень вкусные, например, солянка или уха, или блины русские. Я всегда хотела попробовать, как они по вкусу, но в Польше таких нет. Первая волна иностранных студентов из Китая были в Самаре в июле. У многих возникло желание не просто приехать снова, но и остаться, чтобы продолжать образование и, возможно, жить в России. Языковая школа дает реальную практику общения на русском языке для иностранцев. Организаторы надеются, что летняя школа станет началом постоянного обмена студентами для получения нового образовательного опыта и налаживания дружеских отношений. Мы, собственно говоря, и задумывали эту школу как хорошую молодежную тусовку, потому что ребята выдержали учебный год, им надоело, в общем, сидеть, конечно, в аудиториях. Вот поэтому всего три часа занятий, потом экскурсии и по Самаре, и с выездами в Ширяево и другие места области. Экскурсии по музеям, исследования исторического центра Самары, конечно, Волга и пляж. Для ребят путешествие в Самару – настоящее приключение. Третий этап летней школы начнется 20 августа. В Самару приедут еще 29 студентов из Польши, Великобритании и Тайваня. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Вокруг света за секунду – это возможно, когда речь идет не о путешествии, а о футбольном фристайле. Самарский район отметил День физкультурника. Такой экзотический вид спорта был включен в программу впервые. Научиться трюкам с футбольным мячом попробовал Андрей Горгуленко. Александр – мастер футбольного фристайла. Начал заниматься спортивным искусством всего год назад, когда увидел несколько роликов в интернете. Но уже умеет выполнять сложные трюки. Признается, для успеха важна любая деталь. Даже обувь у него двух любимых цветов. Мне удобнее набивать, когда площадь поверхности подбива больше, чем у футзальных кроссовок. Если площадь больше, то зацепы делать проще и получаются лучшие трюки. Соревнования по футбольному фристайлу проводились в Самарском районе впервые. Они были частью большого спортивного праздника. Баталии в мини-футболе, стритболе и шахматах объединили жителей самых разных возрастов. От ветеранов спорта до самых юных талантов. Мне кажется, это очень полезно. Это привлекает молодежь. Посмотрите, очень много команд. Молодые ребята играют в футбол. Просто приятно посмотреть, что молодежь увлекается и с удовольствием занимается спортом. В Самарском районе спортивные состязания проводятся постоянно. Площадка на набережной не пустует ни одного дня. Как обещают представители администрации, расписание соревнований в ближайшие два месяца не изменится. Держать гаражам в тонусе будут до середины осени. По-настоящему хотим, чтобы Самарский район стал территорией спорта, жемчужиной спортивной города. В нашем распоряжении потрясающая спортивная площадка на берегу Волги. Сами можете видеть, насколько здесь отличные условия. Свежий воздух, речной. Очень много народу привлекает. Атмосфера на празднике настолько приятная, что и я проникся спортивным духом. Правда, футбольный фристайл я еще освоил не до конца. Но Александр обещал, что он меня всему научит. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А пока Андрей Горгуленко осваивал лозы футбола, Алине Чемерес посчастливилась побывать на парижских сезонах. В кинотеатре художественные ценители важнейшего из искусств увидели истории, рассказанные режиссерами из Франции, Испании, Германии и Швеции. Из исконности глубину лучших фильмов фестиваля можно оценить, посмотрев следующий сюжет. Трогательное повествование о том, как благодаря ребенку взрослым удается сохранить отношения. До паду – фильм совместного производства Польши и Франции. На экране история семьи, которая может разрушиться из-за непонимания между супругами. Неяркий свет, приглушенные цвета и нежная музыка. Колыбельная. Ею начинается и заканчивается кино. Этот фильм режиссера Петра Вьяковского победил в номинации «Лучший композитор». Программу фестиваля краткометражного кино «Парижские сезоны» в Самаре показывают во второй раз. Зрители очень тепло принимают наши программы и ходят зрители такой, который любит именно интеллектуальное кино, язык оригинала. Людям нравится язык оригинала, именно живое переживание актеров. В программе лучшие фильмы фестиваля. Их создали режиссеры из Бельгии, Испании, Швеции, Аргентины. Понять иностранную речь помогают русские субтитры. Комедии, мелодрамы, драмы, жанры кино – самые разные. В каждой ленте повышенная концентрация смыслов и идей. За несколько минут здесь рассказывают истории длиною в жизнь. Сюжетные линии захватывают и удивляют. Первый фильм, у меня было совсем другое понимание в начале, для чего был снят этот фильм. А уже в финале совсем другой, неожиданный финал такой, не то, что думалось изначально. В этом году парижские сезоны пройдут в 30 городах России. В следующем фестиваль продолжит большое турне по стране. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. Праздник целого двора. Медовый спас отметили в промышленном районе Самары. На концерты медовые угощения собрались жители нескольких домов. О секретах соседской дружбы – репортаж Валерии Макаровой. С песнями и танцами отмечают здесь Медовый спас. В Большом дворе на улице Демократическая – это уже традиция. Мы вообще с соседнего двора пришли. У нас дети сегодня будут выступать, петь на этом празднике. Мне праздник хороший, мне нравится такой домашний, уютный. Как-то все вот так вот внутри двора, и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Когда-то прямо в центре этого двора хотели построить высотку. Жители объединились и сделать этого не позволили. С тех пор дружны во всем. Соседские праздники помогает организовывать районная администрация и депутаты. Таким людям всегда хочется прийти на встречу и помочь. Главное не то, что вот пришли, сели, посмотрели, ушли. А сами дети участвуют в этом концерте. Они танцуют, пляшут. Хорошее настроение у всех. У бабушек, у мам, у детей. Но это всегда радует нас. Импровизированная сцена прямо во дворе привлекла десятки жителей. Для сладкоежек по случаю медового спаса накрыли стол с угощениями. По традиции здесь пряники, блины, булочки и баранки. И, конечно, мед. Валерий Макаров, Константин Головин. События. Как много тайн хранит в себе Самарская земля. С древних времен жигули обрастали легендами, наполненными реальными и вымышленными персонажами. В Самарской областной библиотеке открылась выставка, посвященная одному из главных достояний нашей области – Жигулевским горам. Андрей Горгуленко расскажет, чего ждать посетителям галереи. Следы древних поселений, клад Степана Разина, находки уфологов, жигулевские миражи. Загадки, которые во все времена привлекали внимание следователей к самой живописной местности на Волге. Все они собраны в одном зале. Галерея «Новое пространство» открыла выставку «Жигули. Наследство до востребования». Организаторы отмечают, слишком мало мы знаем о родных краях. Очень мало людей и взрослых, и детей знают, в каком прекрасном месте они живут и как много интересного в этом месте. Все самые чудесные чудеса можно найти здесь, буквально переехав на ту сторону Волги и проявив немножко заинтересованности. Словно мозаика, выставка сложится из множества элементов – фотографий, фильмов, книг, инсталляций. Также для посетителей будут организованы открытые лекции по психоанализу, раскрывающие истинные смыслы представленных работ. Самарская Лука, Жигули – это наш край. И для нас, как специалистов, важно понимать, как люди видят нашу землю, историю. Соответственно, если мы чем-то можем помочь в плане осознавания, то тоже здорово. Мало кто знает, но у Жигулевских гор тоже есть своя хранительница, подобно хозяйке Медной горы. Она является повелительницей подземных пространств, куда допускает лишь избранных героев. Поговаривают, что и сейчас можно попасть в ее владение. Нужно лишь аккуратно влезть в пещеру на четвереньках. Кто проползал, находит на той стороне то, что радует сердце. Открыта выставка будет до 10 сентября. Вход свободный. А потому каждый может приоткрыть завесу тайны о Самарской Луке. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Такой была прошедшая неделя глазами наших журналистов. Удачных вам выходных. И помните, политика в жизни не главное. До встречи.